Приветствую, леди джентльмены, меня зовут Слава Грис, я разработчик таких игр, как Фиармониум, Кэтмейс и Рефлекшн оф Майн, и сегодня я снова буду говорить о том, как кто косячит, потому что похожалу это моя самая любимая тема, но в отличии от предыдущих роликов, где я говорил про ошибки начинающих разработчиков в плане организации труда и в более такой абстрактной форме, сейчас я буду говорить про косяки уже в игровом дизайне, и они будут весьма конкретными. Вообще идея снять это видео пришла мне в голову, когда я был в жюри, в очередном геймджеме, и понял то, что игры, в которые я играю, они из раза в раз допускают одни и те же самые ошибки. Плюс ко всему, я люблю потратить свое свободное время, сидя на какой-нибудь ИЧ-ИО, где я скачиваю игры не отполированные, не от мастеров игростроя, просто чтобы почувствовать душу игродела, вернуться в те времена, когда я вдохновлялся такими поделками, и также в них вижу одни и те же ошибки. И, собственно, про них я и буду рассказывать. И первая из них, я ее называю прыжок в пустоту. Весьма конкретная вещь, и вот что она собой представляет. Вот скриншот из игрушки, которую сделали чешские школьники. Мы здесь играем за тостер, на котором написано Metal. Он бегает по кухне и разбирается с крысами. Что не так в этом скриншоте? Это игра платформерная, где мы можем прыгать, бить, атаковать врагов. И здесь мы не видим ничего, что находится внизу. То есть камера от нас утаивает информацию о том, что нас ждет, если мы решим этим персонажем спуститься вниз. А ждет нас следующее. Ждет нас там кусочек мыла, который является интерактивным объектом. Мы на нем подсказнемся и полетим прямиком на крыс, получим урон. То есть игрок совершил такой прыжок веры. На это его вынудила игра, потому что это был единственный возможный способ выбраться из этой ситуации. И то, получит ли он урон по приземлению или не получит он урон по приземлению, зависит не от навыков игрока, а зависит от удачи игрока. Нажал он вправо достаточно сильно, чтобы перелететь через это мыло. Или наоборот, решил полететь в левую сторону и даже не долетел до этого мыла. Если он наткнется на мыло, потом наткнется на моба или еще на какую-то преграду, это будет очень негативный опыт для игрока, потому что у него не было возможности избежать урона в этой ситуации. Самое удивительное, когда похожий косяк наблюдается в играх, которые являются такими общепризнанными и всеми любимыми, где, опять же, камера стоит, принимая такое положение, в котором она скрывает от нас часть информации, при том важной информации о том, что внизу находятся враги, шипы или еще какая-то хрень, и игроку ничего не остается, кроме как, надеясь на удачу, упасть вниз. Собственно, как от этой ситуации уворачиваться, если вы разработчик? Я буду часто пример приводить кейтсторе, потому что эта игрушка, она по игровому дизайну, господи, это шедевр, это само совершенство. Вот, допустим, та же самая проблема, что есть обрыв, и на самом деле там внизу расположены платформочки, и существует несколько способов указать игроку на то, что внизу находится платформа и где она находится. В данном случае платформа подвешена на цепи, мы не видим саму платформу, но мы видим цепь, и падая вниз, мы можем ориентироваться на эту цепь, чтобы приземлиться, как бы, на ровную поверхность, а не упасть куда-нибудь в воду или на голову врагу. Это, может быть, ограничивает оформление уровня, то, что я ни разу не видел в кейтсторе, чтобы разработчик потом эти цепи использовал просто так, чтобы они там болтались, но, по крайней мере, ситуация, в которой персонаж получит урон незаслуженно, она исчезает. Если развивать тему прыжка в пустоту и переносить ее как-то не на платформеры, а уже на другие игры, то это, в принципе, можно обобщить, как получение урона в нечестных для игрока условиях. То есть, когда что-то стреляет из-за камеры, допустим, в игрушке Tournament Souls, это хоррор с фиксированной камерой, есть враги, у которых есть возможность стрелять. И когда камера принимает ракурс, в котором этого врага не видно, у игрока нет абсолютно никакой возможности увернуться от выстрела, потому что ракурс камеры не позволяет ему увидеть анимацию врага. То есть, это тот же самый прыжок в пустоту. Это та же самая неизвестность за кадром, которая приводит к нечестному получению урона. Вторая ошибка — это неумение обращаться с цветами. Мне частенько присылают всякие игры на «Зацени нашу механику», я их запускаю и вижу приблизительно такую картинку. Красиво? Да? Не очень-то. Она рвет глаза. Оправдание такой картинки чаще всего, ну я же не художник, я же программист. Типа, в игры играют ради игрового процесса, игровой процесс у меня клёвый, давай попрыгаем моим ярко-салатовым кубом на розовом фоне, будет здорово, просто попробуй. Нет, здорово не будет. Если игра рвет глаза, то игрок от неё не получит удовольствие, вне зависимости от того, какой у неё игровой процесс. При этом рвать глаза может не только просто плохая графика, рвет глаза безвкусная графика, отразительное сочетание цветов в конкретно данном случае. Дело в том, что вот этот скриншот, который едва ли кто признает красивым, это скриншот из игры «Томас Восилон», в котором я просто переделал цвета. Сам «Томас Восилон» — это не графический шедевр. Графика в нём, она просто есть. Она не рвет глаза, потому что у неё приятная палитра, при этом ничего сложного там не нарисовано. И графика не является чем-то, за что можно оценивать эту игру. Она и не вызывает ни рвотного рефлекса, она просто существует. И такое ощущение создаётся как раз благодаря тому, что разработчик «Томас Восилон» грамотно работал непосредственно с цветовой палитрой. Существует несколько способов придать своей картинке приятный, не рвущий глаз цвета. Сейчас расскажу о самом простом и быстром, потому что я бы во всём этом рассказывал, на самом деле, в рамках игры на джемы. А когда вы делаете игру на джем, времени у вас очень мало. Вот, допустим, моя игрушка, которую я делал на Ludum Dare пару лет назад. Вот так она выглядит. И я подбирал палитру следующим образом. Когда мне пришло время рисовать ассеты, я перебрал папочку со своими примерчиками, с сохранёнными картинками, которые мне понравились, и нашёл вот эту картинку. Я закинул её в Photoshop, применил к ней фильтр «Аппликация», чтобы выделились такие, типа, как бы основные цвета. И дальше я эти цвета пипеточки с этой картинки брал, переносил на свою пиксель-арт работу, и таким образом я в крайне быстрые сроки добился картинки, которая по цветовой палитре не рвёт глаза. Когда у вас времени чуть более, чем достаточно, можно воспользоваться одним из двух сервисов. Один из сервисов, он находится на сайте Adobe, другой из сервисов, который мне нравится, он находится на EACH.IO. Собственно, это сервис по составлению цветовой палитры. Вы выбираете основные цвета, в которых хотите видеть вашу картинку, и всё, что попадает в треугольник этих цветов, как вы его перетаскиваете, все эти цвета использовать безопасно. Они при равномерном распределении по картинке не создадут вырвиглазного такого эффекта. Почему я подчёркиваю при равномерном? Потому что если вы возьмёте просто несколько цветов из этого треугольника с абсолютно случайным каким-то интервалом, ну, расстоянием между самими цветами, у вас получится каша. Если вы хотите использовать три цвета, берите цвета по краям треугольника. Если вы хотите использовать шесть цветов, берите цвета по краям треугольника и те цвета, которые находятся на одинаковом расстоянии от непосредственно этих трёх точек. Тогда всё будет выглядеть симпатичненько. Третья ошибка — это то же самое неумение обращаться с цветами и вообще с картинкой на своём движке, только уже касательно 3D-игр. Дело в том, что чаще всего на каких-нибудь джемах или маленькие игрушки, которые собираются на Юнити или Анрила, они собираются из ассетов. И до разработчиков начинает медленно доходить, что если вы накачаете огромное количество суперреалистичных ассетов и выдаете нам реалистичную картинку, то жюри не особо-то это оценят, потому что мы знаем, как делаются игры. Мы знаем, что чтобы добиться такой картинки, достаточно закинуть ассеты в Анрил, уже как бы за вас подготовленные. И чтобы внести в картинку какую-то нотку, частичку себя и добавить туда творчество, а не просто копирование, люди применяют такой ресурс, как постпроцессинг. Они набрасывают на эти картинки эффекты, ну, на эти ассеты эффекты. И, собственно, действительно, благодаря всяким эффектам можно разнообразить одни и те же ассеты, заставить их выглядеть по-разному, создать нужную атмосферу и добавить частичку себя. Но в большинстве случаев разработчики, начинающие, просто в Анриле выставляют все галочки, которые только они нашли. Они набрасывают такое огромное количество эффектов motion blur при любом там движении камеры. Ambient occlusion такой, что тьма по углам каких-нибудь комнат или деревьев, она прям настолько темная, что кажется, что руку можно просунуть. Выглядит все это нагромождение, во-первых, очень безвкусно, на самом деле, потому что это не придает картинке как бы и нереализма, ни какого-то вашего стиля. Это просто нагромождение эффектов. Плюс ко всему, имейте в виду, что не все игроки на джеме или не все жюри на джеме обладают сверхмощными компьютерами. И если ваша игра, которая сделана на джем за три дня, ресурсы употребляет столько же, сколько, я не знаю, что там сейчас бенчмарком служит, там, киберпанк, для меня бенчмарк, это все еще Far Cry третий, да, даже не ремастер. Если ваша игра потребляет ресурсов столько же, сколько киберпанк, то вам это в плюс как бы не пойдет. Вы можете чудесно понимать, что для жюри, конечно, нет такой оценки, как, не знаю, там, производительность или оптимизация игры. Мы оцениваем игры по как бы другим критериям. Но такая составляющая игры, как ее производительность и оптимизация, это составляющая игры. И она создает общее впечатление все равно о проекте. Если общее впечатление занижено по этому параметру, то оценка будет занижена за какие-то другие критерии, по которым мы выставляем оценки. Если я скачиваю игру, сделанную на 3 дня на джем, а игра весит 2,5 гигабайта, то, простите меня, я чудесно понимаю, что разработчик спустя рукава делал некоторые элементы. Это не позволяет воспринимать игру как что-то профессиональное, как что-то сделанное с заботой и качеством, а главное с заботой о жюри и о тех, кто будет в это играть. В футажи, кстати, я не добавлял нарочито те игры, про которые я сейчас говорю, чтобы никого не обидеть. То, что я добавил в видео, это просто футаж с YouTube, и на самом деле он не такой уж и ужасный, бывает и хуже. То, что я показал, это просто плохо, это не прямо отвратительно. Четвертая ошибка, это не использование игровых элементов. Что я подразумеваю под игровым элементом? Игровым элементом я называю любую интерактивную хрень, которую вы в игру запихиваете. И на разработку этой хрени чаще всего уходит больше всего времени. Потому что, если это монстр, то вам нужно проработать его поведение, вам нужно проработать его реакцию на разное оружие, вам нужно проработать его реакцию на то, что он там падает с платформы или упирается в стену, или взаимодействует как-то с другими интерактивными объектами. Вам нужно это все протестировать, вам нужно его отбалансить. Это очень долго. Если это какие-нибудь шипы или какая-нибудь там пила, я не знаю, вам нужно проработать ее коллизии, проработать ее размер, там саму модельку, реакцию игрока на эту хрень. Что вот самое сложное, то, как игрока будет отбрасывать, сколько секунд неуязвимостей ему это даст, будет ли давать вообще это секунд неуязвимостей, отбалансить, сколько хп ему снимает. Прибавление игровых элементов это большая часть, вот лично для меня, вообще игровой разработки. И можно делать игру десятилетиями только за счет того, что вы не используете те игровые элементы, которые вы сделали. Как пример, я хочу привести Супер Мидбой, который меня очень вдохновлял, когда я делал Reflection of Mine. Основной игровой элемент в первом мире Супер Мидбоя это непосредственно пилы, при соприкосновении с которым, с которыми игрока разносят на мелкие кусочки. Эдмуд Макмиллан, который разрабатывал Супер Мидбоя и дизайнил эти уровни, он из этих пил высосал все, что можно. Он из простой механики соприкосновения с объектом, который убивает тебя, как бы, с удара, смог создать несколько действительно уникальных и интересных уровней. Можно посмотреть, как он вообще высасывал из этой механики все, что только можно. Во-первых, сначала пил не было. Затем пилы появились где-то на заднем плане. То есть, чтобы у игрока появился какой-то такой маркер, за что зацепиться, что вот эта штука наверняка опасная. Сейчас ее потрогать не могу, но у него здесь достаточно времени, чтобы в безопасной обстановке ее разглядеть. Затем, когда первая пила появилась уже с возможностью к ней прикоснуться, она была расположена в самом начале уровня, чтобы игрок, если он из любопытства решит или случайно на нее прыгнет, чтобы он не потерял очень большое количество прогресса. Затем эти пилы уже стали расставляться в более плотных местах, затем Эдмунд начал их как-то двигать, крутить, и таким образом построил весь целый первый мир Супер Мидбояна. В Reflection of Mining собственно первые уровни они построены на шипах. Я точно так же сначала обозначил их присутствие, затем я поставил шипы таким образом, что они стоят недалеко от точки появления главных героев, то есть если на эти шипы напороться, особый игрок ничего не потеряет. И сильнее-сильнее экспериментировал с этой механикой, ставил их абсолютно разными хитрыми способами, и перед переходом к следующей механике, мне очень понравился вот этот способ обозначить механику, я уже обозначил то, что дальше будут животные. Вот здесь как бы крутится животное, скоро вы будете взаимодействовать с ним. И таким образом можно на нескольких игровых элементах, не изобретая велосипеда, построить прям огромное количество уровней. Касательно врагов, чудесно с этим, с этой задачей справляются игры серии Костливания. На самом деле бестиарий в них не прям таки огромный, но суммиря разных монстров друг с другом, ставя их в одну комнату, они создают огромное количество игровых ситуаций. То есть, допустим, если вы столкнетесь с каким-нибудь здоровенным големом, который занимает полэкрана, и одновременно с этим, с какой-нибудь летущей тварью, это будет совсем другой опыт, нежели вы столкнетесь с этим же големом и другой какой-нибудь ползучей, быстрой тварью. Это формирует огромное количество игровых ситуаций, вносит разнообразие, при этом игровые элементы используются одни и те же. И шестая ошибка, это кривые и ненужные диалоги. Многие разработчики игр на джем, они боятся, что игра получится излишне короткой и пытаются напичкать ее какими-нибудь дешевыми элементами, которые подольше продержат игрока у экрана. И очень часто таким элементом выступает текст. Я сейчас говорю не о новеллах, не о каких-то вот именно построенных на тексте играх, а про игры, основной элемент которых все-таки заключается в каком-то действии, а текст является просто таким или филером, или обозначением сюжета. В играх важно, чтобы появление текста было оправдано. Во-первых, оправдано, во-вторых, информативно. Я сейчас опять в пример возьму Cave Story, потому что это игра на века. Сейчас один из первых диалогов в игре, все, что мы знаем о мире этой игры, до появления этого диалога заключается в том, что вот этих вот существ зовут мимигами. И, входя на локацию, мы видим двух персонажей. Один из них это мимига со шрамом и строгим взглядом. И первого реплика «Отдай мне ключ». Ему вторит другой маленький мимига, который представлен таким более беззащитным персонажем, и он говорит ни за что. Мимига постарше спрашивает «Действительно, ты что, пытаешься защитить эту Сью? Она же аутсайдер, она не из наших». Сью очень хороший не знаю, персон, человек, человек здесь не подходит в переводе, Сью очень хорошая мимига. Я не предам Сью. В следующий раз, когда появится доктор, кого-то снова заберут. Просто передай мне ключ. Весь этот диалог базируется на шести коротких репликах, но почему он гениальный и почему он лучше, чем диалоги в большинстве игр, да даже некоторых книг, которые читал. Давайте подумаем о том, какую информацию мы получили из этих шести реплик, если собрать ее вместе. То есть мало того, что 6 реплик предоставили нам огромное количество информации о взаимоотношении этих двух персонажей и что-то вообще о мире, они еще подтолкнули игрока к тому, что нужно делать дальше. Что явно несколько раз был упомянут. Ключ, и этот ключ нам нужен, и мы должны встать на сторону одного из этих двух персонажей, в зависимости от того, с кем нам игра как бы предоставит возможность дальше подзаимодействовать. А теперь пример плохого диалога. Несмотря на то, что я большой фанат игр серии Костливания, сюжеты в Костливаниях они отвратительны из части в часть. И самое в них плохое в то, что их много этого сюжета. Это не просто какая-то затравочка в интро. Это прям здоровенные такие полотнища текста, которые мы сейчас с вами разберем. Эта сцена разворачивается после длиннющего интро, написанного белым текстом на фоне белой луны. О, эй, кажется он очнулся. Где я? А, что происходит? А, так ты решил к там присоединиться? А, ты еще кто такой? Все хорошо, Сома, его зовут Джинуя Арикаду. Давайте пропустим вступление. Я хотел задать пару вопросов и мне нужны сейчас же ответы. Ну, давай, вперед. Почему ты сюда пришел? Почему? Ну, Мина и я... Погодите, а где мы вообще? Мы в замке Дракула. А, замок Дракула? Ты хочешь сказать, что мы находимся в Европе? Нет, мы внутри солнечного затмения. Привет, Берсерк. Внутри солнечного затмения? Да, ты безумен. Думаешь, я идиот? Сома, послушай его, он говорит правду. Какого черта ты говоришь? Предоставь мне объяснение. Ну, типа... О, враг? Черт, защити девчонку. Яйк. Уходи туда, откуда ты пришел. Бросаем пики. О, что это была за штука? Так оно очнулось. Что? Что очнулось? Дух существа, которого ты убил, только что переселился в твое тело. У тебя есть сила собирать энергию с монстров, которых ты убивал. Но почему? Откуда у меня такая сила? Ты получил силу. Теперь ты должен идти в покое мастера. Да по какой причине? Ты хочешь вернуться со своей подругой в свой собственный мир? Конечно, хочу вернуться в свой собственный мир. Отправляйся в комнату мастера, тогда ты все поймешь. Но я не могу оставить минус здесь в таком состоянии. Не нужно оболноваться о ней. Я положу защитный барьер. Я не могу больше это читать и переводить и озвучивать. Потому что чем плох этот диалог? Вот этот Арикадо он к нам пришел с целью задать какие-то вопросы и получить ответы. Он задал один вопрос, не получил на него ответ, а затем начал нам что-то рассказывать об устройстве мире, притом в достаточно лекционной форме. К чему была во-первых фраза, что он пришел получать ответы. Он не пришел получать ответы, он сейчас выступает в роли учителя. То, что Сома не понимает где он находится, обозначили еще в самом начале. Но это несколько раз повторилось. Мы сразу поняли, что Сома не понимает где он находится. Также нам предоставили механику сбора душ. Зачем ее предоставили в диалоге? Непонятно. Это был отличный способ объяснить откуда у Сомы есть такая способность. Но сценаристы не собирались объяснять этого в самом начале игры. Они это оставили на потом. Тогда зачем было это упоминать? В этом разговоре строчек гораздо больше, чем 6. Я начинал считать и каждый раз сбивался. Информации этот разговор несет никакой. То, что мы находимся внутри солнечного затмения не влияет ни на геймплей никаким образом. Арикадо нам ничего не объяснил. Откуда у нас сила тоже как бы непонятно. Единственная фраза, которую можно было бы оставить «Иди в комнату мастера». Где эта комната находится тоже непонятно. Без этого диалога игра игралась бы точно так же. В ту очередь, как диалог к истории, он очень много объясняет о персонажах, о мире, об их взаимодействий и он действительно потом важен. На этом первая часть данного видео заканчивается. Ждите вторую часть и пока мы все ее ждем, можно в комментариях пообсуждать. Мне было бы интересно от вас услышать, какие по-вашему игровые элементы являются косяком, но при этом кочуют из проекта в проект. Интересны как и ошибки крупных студий, так и ошибки новичков. Может ваши наблюдения привели к каким-то иным знаниям, нежели к тем, к которым пришел я. На этом все на сегодня. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, колокольчик. Всем спасибо, всем пока. Пока.